Это уже был 44-й год, мне уже было 11 лет. И я, мы еще спали, это утро было, и вдруг такой звук, самолет гудит, и все, что тут случилось? И после взрыв такой, вот эта яма такая. Ну, я схватилась, оделась, бегу, люди все бегут сюда, и я сюда бегу. Я пришла, тут уже все горит, все, и тела лежат в таких белых рубашках, длинных. Летчиков похоронили, закончилась война, прошел не один десяток лет. Но Любовь Яковлевна помнит, все, словно это было вчера, и каждый год старается прийти на место крушения самолета, чтобы отдать дань памяти и уважения. Не могла остаться дома и в день открытия обновленного памятника. Как, впрочем, и другие местные жители, а также представители городской вертикали власти, ветераны и молодежь областного центра. У нас на территории страны, на территории области есть не только такие большие мемориальные комплексы, которых знают все. Это такие, как мемориальный комплекс Брестской крепости Герой, Хатынь, другие памятники. Ну и есть такие небольшие, но тем не менее не меньше значимые для нас места, которым мы должны поклоняться. Я не могла пропустить этот торжественный день. Тем более узнали имена людей, которые погибли для того, чтобы спасти нас, чтобы мы жили мирно. Долгое время за памятником ухаживали ученики и педагоги школы, которая сегодня имеет 21-й порядковый номер. Не оставляют без внимания памятное место представители подрастающего поколения и сегодня. С 2007 года, когда близлежащая деревня вошла в состав Бреста, его сохранением занимаются горы с полком. За счет средств городского бюджета и был установлен новый гранитный обелиск с мраморной плитой, где увековечены имена героев. Уникально то, что верхняя часть памятника, которая заменена, она тоже историческая, она пролежала в земле 100 лет. Это заготовки, которые были найдены после того, как мастерская в 1915 году, мастер этой мастерской эвакуировался во время Первой мировой войны. И эти заготовки в земле на углу Карла Маркса и Гоголя, они остались лежать вот до 2014 года, когда строился дом, который высотный сейчас стоит на углу. И с этого времени мы попросили эти заготовки, чтобы они у нас были использованы специально для вот таких вот вещей, для исторических памятников. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.